Привет всем, кто взглянул ко мне на канал. Очередная часть, посвященная моим запасам 2022 года, будет о детских и мужских уходовых средствах. В этот раз я решила вынести их за скобки, прежде чем переходить к средствам по уходу за волосами и гелем для душа. Дело в том, что, если говорить про детские, тут вообще слезы, 4 флакончика только. А если говорить про мужские, да, я создала неплохой такой стратегический запас, это именно запас, потому что в свете нынешних событий я считаю, что это хорошо. Потому что если говорить о всеобщем вот этом подорожании уходовой косметики, то больше всего, на мой взгляд, коснулось именно мужских уходовых средств. Они как-то значительно выросли в цене, и ритейлеры особо не спешат делать на них хорошие скидки. Вот как-то с женским уходом попроще в плане выбора, в плане скидок, а вот с мужским нет, не так. И выбор небольшой, и цены высокие. Так что вот то, что я создала, считаю, что прям отлично. Следующий момент, эти средства у меня записаны отдельно и хранятся отдельно, поэтому я не хочу, чтобы они мне мешались потом под рукой рассортировывать это все одно в одну сторону, в другую, в другую. Вот поэтому я и решила, что пускай будет посвящена им отдельная серия, не знаю, правда, насколько это будет интересно вам. Ну, давайте начну с детского, на вот эти четыре флакончика. Есть у меня шампунь Мильмиль итальянского производства с ароматом абрикоса. Очень неплохая у них продукция, мне нравится. Затем средство универсальное, фирма Zaya, она же Zaya. Ой, аромат здесь восхитительный, ванильного мороженого и печенья. Я прям с удовольствием бы сама его отведала, но, собственно, я это и сделаю, когда поставлю в использовании. Я думаю, дочка будет не против и поделится. Еще один универсальный продукт от компании Ariflame, линейка Love Nature Kids с ароматом зеленого яблока. Универсальный, то есть подходит как для тела, так и для волос. Ну и один непосредственный гель для душа, это Avon Senses, линейка единорогие с ароматом клубники. Ну, гели детские я более не приобретаю, так как дочка уже перешла на мои и, собственно, никаких проблем нет. Кожу не сушит, да, каких-то аллергических реакций. Практически то же самое можно сказать насчет средств по уходу за волосами. Поэтому, как бы, ну, есть какие-то интересные экземпляры, иногда приобретаю, а так в основном нет. Я к этой категории, можно сказать, остыла. Ну, а теперь мужские уходовые средства шампуни. Во-первых, есть у меня вот такая красота от шаумы, минералы и алоэ вера, свежесть и увлажнение. И еще одна шаума против перхоти, сила кофеина, а также содержит перетион цинка. Ну, вообще, мои мужчины склонны к рецидивам перхоти, поэтому шампуни, которые идут от перхоти, в запасе, на мой взгляд, достаточно много. Хотя хотелось бы, наверное, больше. Так, от Тимоты Мэн, а точнее сказать, Ба Тимоты, да, объем и сила для всех типов волос. Да, как раз, если говорить про перхоть, то обнаружила, что у меня всего один Head & Shoulders, к сожалению, потому что это любимый шампунь моих мужчин, да, ну вот остался только один. А брать по полной стоимости как-то не очень хочется, поэтому, конечно, нужно выгадывать насчет акций. И увлажняющий уход с миндалем, это все, что есть. Ну, и еще один продукт, подобный, это Клеомен, малышка, глубокое очищение с активированным углем, а также таурином. Затем есть у меня еще и Сана Мэн, Energy Effect с кофеином и кератином. От Витекс, лимитка, терпкий цитрус и шотландский виски. Это именно шампунь. Да, еще два продукта, они, можно сказать, унисекс, да, не позиционируют себя как мужские, но они идут от перхоти, я к перхоти не склонна, поэтому сразу их отправила в отделение, где хранятся продукты для моих мужчин. Итак, это Экстра Ке от Барва с лимоном, мятой и пертеным цинком, страшненький такой, заказывала на мейкап. И еще Палмолев Натурель от перхоти и выпадения волос, также с зеленым чаем. Маленький флакончик такой, 200 мл, кстати, удобно взять с собой, например, куда-нибудь в поездку, он уже не входит. Следующая серия продуктов от компании Фаберлик, мне очень понравилась их линейка, посвященная самым высоким точкам мира. Она разнообразна, там есть продукты непосредственно для волос, есть универсальные, то есть и для волос, и для тела. Хорошие объемы, 380 мл, приятные отдушки. Я вообще хотела скупить всю линейку, но цены сейчас подняли, да, и у меня сейчас в запасе 5 флакончиков. Во-первых, непосредственно шампуни Пирамида Карстенса, это универсальный шампунь для всех типов волос. Затем Пик Макинли, этот шампунь идет от перхоти. И Пик Келеманжаро, он идет от выпадения волос. И еще два средства универсальных. Первое, Энерджи, энергия, Пик Акон Кагуа. И массив Винсена, освежающий. Еще одно средство, которое является универсальным, с одной стороны шампунь, с другой стороны кондиционер, да и еще плюс ко всему и гель для душа. Я говорю про чистую линию силы природы Фумен Тайга. Аромат, конечно, волшебный, пахнет хвоей. Но, вы знаете, мне очень нравился аромат Вуд, да, из этой же серии. Там был дуб и, насколько помню, масло конопли. Но вот, к сожалению, раскрывался он как-то блекло. Я надеялась, что там будет что-то такое. Ох, да. На выходе как-то и не очень получилось. Надеюсь, что Тайга будет получше в этом плане. Это все средства, которые я позиционирую именно для волос. Всего их, получается, 15 штук. Расход у них примерно по одному флакону в месяц. Но, опять же, учитывая, что вот эти малышки по 200, 100% на месяц не хватит. Так что, в целом, да, у меня представлен здесь годовой запас. Итак, гели для душа. Давайте начнем, пожалуй, с Эйвен. Единственная сетевая компания, которая у меня представлена в этом сегменте. Линейка Сенсис. Ну, во-первых, это, конечно, скорее не мужская линейка. Это, скорее, унисекс. Но, так как у меня гелей достаточно много, я решила со своими мужчинами поделиться. Освежающая коллекция. Морская свежесть с ароматом морской соли и влажной древесины. Прекрасное вообще оформление, наслаждение. Смотрите даже. Еще один продукт подобной направленности. То есть, как бы он создавался и для мужчин, и для женщин. Но я, опять же, отдала своим мужчинам. Восстановление и расслабление. Релакс-терапия с ароматом эвкалипта и камфоры. Ну, когда поставлю, я периодически беру у них гели, которые ставлю в использование. Конечно, мне самой интересно. Есть просто потрясающие ароматы. Ну, и вот это уже из мужской линейки. Точно, два в одном для мужчин. Энергия с ароматом мандарины и черной амбры. Обалденный, кстати, аромат. Перечный, в то же время слабковатый. И еще один гель у меня есть парфюмированный. Wild Country. Далее гели Фа-мен. Самый большой из них. Объем 400 мл. Это новинка Coffee Burst. Оно же кофейное зерно. Вот этот гель выходил последним. И еще также Red Kedr Wood. Он же чувственный аромат кедра. Плюс винтажный виски. Пью Ревиталайз. Это заряжающий энергией аромат кактуса. Пью Рефреш. Освежающий аромат гуараны. Бью Релакс. Это расслабляющий аромат хвои. Да, по поводу Фа это все. Лепети Марселье. Маленький Марсель. Раньше этих гелей было достаточно много. По крайней мере в прошлом году. Но за этот год они так хорошенько его и завели. И остались у нас только имбирь Кипарис. Новинка классная. Здесь прям так хорошо чувствуется имбирь. А я люблю имбирь. И его аромат. И, собственно, в кулинарии тоже. И мятый лайм. От Палмолев остался один гель. Палмолев Мэн. Очищение и перезагрузка. Следующая серия гелей от Акс. Он у меня, наверное, в большинстве. То есть, среди производителей по количеству лидирует. Но я очень рада, потому что гели классные. Качественные. Плотное такое хорошее раскрытие. Остается хорошо на коже. Во-первых, это Акс Экс Сайт. Кокос и черный перец. Свежий аромат. Таких гелей у меня два, кстати. Затем Dark Temptation. Легендарный аромат. Темный шоколад. Еще один свежий аромат. Кожа и печеньки. Совсем недавно был у моих мужчин. Они в восторге. Скейтборд и свежие розы. Взрывной аромат. Анархия. Темный гранат и сандаловое дерево. Взрывная чистота. Ну и еще два геля уже в прозрачной упаковочке. Это Бодрящий душ. Будь свежим. С цитрусовым ароматом. И активная свежесть. Феникс. Аромат арктической мяты и освежающих трав. Следующие две марки французского производства. Я их заказывала на Wildberries. Во-первых, это Bayou. Ну, Bayou это System U. По-моему, французский крупный ритейлер. Ну, как, допустим, взять у нас красная цена, да. Или же каждый день в Ашане. Вот примерно то же самое у них. Это продукция Bayou. Делают все, что угодно. От трусов и носков до макарон. Бытовой химии. Ну, и, конечно же, косметика. Ну, и пока были хорошие цены на Wildberries я выкупила все мужские средства, какие было возможно. Во-первых, это спорт. С ароматом какой-то фужерный парфюм и ветивер. Да, кстати, продукт идет три в одном, то есть можно и для волос. Затем это расслабляющий гель с ароматом мяты и ванильного кедра. Ну, и третий, просто волшебный, на мой взгляд, это тонус с ароматом имбиря и пачули. С рода не скажешь, что он мужской. Он настолько приятный, медовый, в то же время острый. Класс. Кажется, любая... Да, вот с удовольствием бы им воспользовалась. Ну, и Котаж Мэн. По-моему, там три геля представлено всего в ассортименте. У меня их два. Во-первых, это красный перчик. Действительно, в аромате присутствует острый, жгучий красный перец. И кафе Фрапе. Ой, мне так понравился этот аромат. Действительно, очень близко именно кофе арабика. Не какой-то кофейный десерт, как это часто пытаются сделать. Именно такой мужской вариант. Но менее брутальный, нежели чем в Кофе Бёрст от Фа Мэн. Кстати говоря, про Котаж девочки. Люди смотрят сейчас девочки. Если вас интересует линейка Котаж, можете обратить свое внимание на Wildberries. Вчера вечером они неплохо скинули цены. Я один гель, который меня интересовал, заказала. Цена где-то от 220 до 260 рублей. Я за 240 рублей вчера заказала себе гель, который меня давненько интересовал. Может быть, если сегодня еще акция останется, да закажу третий мужской. Он как раз был самый недорогой. 228 рублей. Ну и гель, скажем так, от каждого производителя по одному гелю. Есть декора Urban Fit. Аромат Витивер. Энергия. Это у нас производство Испания. Классная такая бутылочка. Soft touch приятная. Затем компания Balea, Германия, Balea Men. Освежающий гель. Три в одном, кстати. Следующий гель. Я вообще долго думала, может быть, все-таки оставить его себе. Но так как я продукты, которые идут унисекс, стараюсь отдать своим мужчинам, да, я все-таки решила отдать его им. Это Aphrodite Cosmetics, Словения. Гель для души называется Afro Rain Energizing. Ну, он, собственно, так и идет. Видите, написано унисекс. Аромат вообще волшебный. И также волшебное, на мой взгляд, оформление флакона в виде амфоры. Ну и они сейчас, конечно, значительно выросли в цене. Ой, где-то в районе 600-800 рублей. Я же их приобретала где-то в районе 300. Dolce Milk Man. Bad Habits. Плохие привычки. И очень классный аромат. Табак и ваниль. От Natura Siberica. Только для настоящих мужчин. Белый медведь. Супер бодрящий гель для душа. Стирает следы усталости, бессонной ночи. А также похмелье. И идет он на диких травах тайги. Классная серия. Вот это у Natura Siberica. И, по-моему, все, что было возможно, кроме вот этого медведя, мои мужчины попробовали. От Эко-лаборатории. Витивер и бамбук. Еще один продукт из лимитированной серии компании Vitex терпкий цитрус и шотландский виски. Они, кстати, по аромату одинаковые. Может быть, даже там вообще одно и то же. Ну да, один они обозначили как шампунь, а здесь гель душ. Ну и заключительный продукт в этом видео. Одна из последних покупок. Это мужской шампунь террогель от Mixit Fresh Power с ментолом и экстрактом зеленого яблока. Тоже я его определила как гель для душа. Вот такой получился запас у моих мужчин. Если кого-то интересуют цифры, то гели у них получается всего 33. Ну а вывели они за год 14 флакончиков. На этом у меня все. Всем огромное спасибо, кто посмотрел это видео. Всем пока и до новых встреч!